Друзья, всех приветствую из солнечного Таиланда, с города-героя Паттайи. Сегодня решил сделать и большую прогулку по Протамнаку, в том месте, где я живу, чтобы показать, что изменилось с того времени, когда вы в последний раз были здесь в Паттайе, когда был массовый туризм, когда было много народу. Здесь вот находится русская улица так называемая, которая ведет Кози Бич. Вот мы сейчас по ней пройдемся и посмотрим, что изменилось с того времени. Хочу просто показать вот отель Royal View Place. Я здесь свое время останавливался, когда был пакетным туристом одни из первых моих поездок и очень печально тоже здесь все закрыто. Вообще, вот здесь на Протамнаке я был, ну, наверное, ну, раза три за весь период. На зимовку один раз приезжал. Ну, знакомые места. Конечно, здесь есть свои плюсы и минусы. В свое время здесь было очень большое количество туристов. Туристы приезжали всякие разные, веселые, позитивные, кто на позитивной волне. А кто-то приезжал на волне какого радостного алкогольного безумия, что ли. Ну, всех хватало, в общем. Здесь очень много магазинчиков всяких разных. Но, видите, уже половина из них закрыты. Следующий магазин, вот этот, который справа, где серые ворота, вообще там закрыто. Непонятно, что написано по Тайске. Скорее всего, это продается. Здесь рядом стекла все заклеены бумагами. Hello. Hello. Вот, приветливые массажисты, таксисты здесь сидят, ждут пассажиров. Ну, в общем, внешне картинка вроде не поменялась, да? Единственное, что нет туристов. Только местные люди. Вот, приветливые местные люди. Хорошо, что они сохраняют такой оптимизм, несмотря на то, что туристов нету. Когда они появятся, неизвестно. На что они живут сейчас, непонятно. Ну, может быть, на какие-то сбережения, которые они накопили. Ну, потому что они же зарабатывали это неплохо на туристов. Я не думаю, что все деньги они тратили. Конечно, они там покупали себе дорогие телефоны, пикапы дорогие, да, байки дорогие. Но я не думаю, что у них не осталось денег, поэтому... Ну, им хватает, да, вот с марта прошлого года, год прошел, им, наверное, хватает на то, чтобы жить и выживать. Вот сзади фруктовый киоск, да, и вот ценник такой. Я, насколько помню, 50 бат стоит килограмм манго. В прошлом году всю вот эту улицу вскрыли, и здесь было большое количество всяких труб лежало, ремонт был, и вот это отголоски того ремонта. Вот если бы ремонт затеяли бы не в прошлом году, потому что в прошлом году здесь было вообще ни пройти, ни проехать. Знали бы они, что достаточно было чуть-чуть подождать, чтобы потом спокойно сделать ремонт, когда туристов не будут. Ну, вот так не совпало у них. В этом году они закончили все, и вот там наверху, где Протамнак, вот начинается та дорога, которая от круговой и отсюда. Там все сделано нормально. Ну вот, мы видим пустые витрины. Что-то здесь было, я не помню, что здесь было. Кафе пустые стоят, клиентов нет. Видите, никого нету, никто не посещает. Время сейчас в районе четырех часов дня. Ну, вообще, в такой период времени всегда народ раньше тусовался. Вот здесь посмотрим, да. Ну, то же самое. Как-то давно было закрыто, даже пылью прибило, да. Смотрите, да, видно, что давно уже. Вот. И не открывается. Вот наверху обменник, да, exchange currency. Там написано рубль-доллар. Бумажки выцвели желтого цвета, я не знаю, видите, наверное, да, посреди кадра. И слева на двери, где написано exchange, написано закрыто. О, увидел костюм и вспомнил, что здесь в свое время проходу не давали, что давайте костюм закажите. В основном, по-моему, это были индусы, которые навязывали костюмы. Тоже закрыто. Идем дальше. Вот аптеки. Еще название на русском языке. Ну, аптека работает. Аптека, я думаю, всегда будет востребована. В последнюю очередь, наверное, закроются аптеки и морги. Ну что, общее ощущение, конечно, такое. У них и так у тайцев по жизни собай, а здесь собай-собай. Как-то они, вот не знаю, вот в другой ситуации, например, да, ну с нашим менталитетом, как-то было напряжно бы, да, ну бы думали, что делать, как дальше жить. А они, все, у них собай был, они, у них режим собай, а сейчас у них собай-собай. И все, вообще ничего не интересует, не волнует, никаких вопросов никому не задают, как жить дальше. Просто вот сидя, даже для пассажиров, допустим, потенциальных не докапывается таксист. Массажистки даже не предлагают. Вот идешь один, да, никто тебе ничего не предложит. Там, раньше нападали, массаж, массаж, да, сейчас такого нет. Ну, работа же им, работать же им надо, на самом деле. Спереди, видите, да, Козий Бич, я немножко сюда отверну, покажу. Покажу отель, вернее, кондик, в котором я останавливался раньше. Это называется кондик Каза Эспана. Каза Эспана, они как это называют. Я когда сюда приехал, долго, вообще, урок с таксистом мы искали, вот это Каза Эспана. Я что-то произнес, говорю, вот, надо найти Каза Эспана. Он ничего понять не может. Что за Каза Эспана? Всячески. Говорю, Каза Эспана. Эспана? Он такой, нет. Потом Каза Эспана. О, понятно, Каза Эспана, вспомнил. То есть тайцы они воспринимают на уровне звуков. Вот мы, наверное, скорее всего, побуквенно как-то согласны, гласны больше, да, нам даже не важно порой, какое ударение, да, поймем. А вот у них интонация другая, все другой звук, и ты уже, он тебя не поймет. Вот хорошая тема. Я обычно сюда прихожу за 30 бат, можно постираться. Очень многие, кстати, интересовались в прошлой зимовке, когда я в Фейсбуке выкладывал, они говорят, как там у тебя постираться и так далее, или воду где взять. Есть автоматы специальные для воды и автоматы для стирки. Разная стоимость, 30 бат, по-моему, чуть подороже, это большего объема можно загружать. Вот там целый ряд вот этих стиральных машин. Но тоже они простаивают, все зависит от туристов. Вот обменник, единственный, который остался на Протомнаке, с конским ценником, не в сторону рубля. Рубль здесь стоит 0,27. Hello! Доллар 27. Ну, 27 долларов, конечно, это тоже дешево, потому что его под 30-ник можно в центре города поменять. Вот кафе, hello! Русское кафе. Работают здесь официантами тайцы, а владельцы русские. Так, вот отель, который находится перед Козьей Бич, а дальше вот это вот легендарное Козьей Бич, где останавливались русские туристы. Это два корпуса справа, вот многоэтажный, слева чуть пониже белый. Вот, ну вот поэтому все это дело функционировало. Здесь всегда было очень много народу. И днем, и ночью. Кот ученый, ну просто и днем, и ночью так. Вот, здесь всегда у обочины стояли различные... Вот, покажем, да, вот, как оно все работает. И работает. Hello! Savady Crub! Надо быть вежливым, тогда люди будут к тебе относиться. Вот действительно, как ты к людям относишься, да, как к тебе получишь свое отношение назад. Если будешь там мерзопакосить, потом к чему удивляться, что ты... Что ты... что к тебе так относится. Что-то люди считают, что если ты будешь там где-то грубить, хамить, показывать свое я, то люди должны тебе относиться с каким-то таким пиететом. Ну, вот и не так. Раньше, вот, кто здесь останавливался, в Козий Бич, наверное, помнят, да, когда вообще бесперебойно. То микроавтобусы сюда подъезжали, то автобусы огромные туристические. С аэропорта забирали туристов, да, то приезжали с экскурсии, на экскурсию забирали. Такая движуха была. Ну, вот, вы, наверное, по-своему видите, да, то, что происходит на Порт-Амнаке, да, но у меня вот свое ощущение, ощущение кожи, да, вот такая пустота небольшая, такая тревога, настороженность. Когда вот наши туристы в больших количествах присутствуют, ну, такие пакетники, да, ты вроде такой зимовщик, ты живешь по другим правилам, по другим понятиям, но все равно ощущение того, что есть какие-то наши люди, оно как бы поддерживает в целом, да, то есть всегда можно найти общий язык, всегда можно... Ну, общая ментальность, это никуда не денешься, это неважно на всем постсоветском пространстве, кто бы ни приезжал, допустим, говорящий человек на русском языке, легко найдут какие-то общие интересы, и это всегда какая-то надежда на то, что ты как, находясь не дома, по крайней мере, ну, чувствуешь, что есть люди рядом, которые, если что, поддержат тебя. А здесь вообще такое ощущение не то, что беззащитности, я бы не сказал, что я что-то там так страдаю, переживаю от того, что там что-то случится, я не думаю, что что-то случится, да. Я просто к тому, что это все равно, что попасть на необитаемый остров, пусть он даже будет наполнен деревьями с бананами, да, говядина будет расти на кустах, да, что-то еще, воды будет много, а все равно ощущение того, что ты без людей, это не то, не то ощущение. Вот хочу показать кафе, которое мне особенно нравилось вот здесь, на Протамнаке, такое, можно создать для себя сказочную атмосферу, сесть вот так на берегу, как будто это не то, что на берегу, а на такой, на возвышенности, над морем, и музыка, слушайте, да, как звучит? На Козий Бич, но он был самый, мне кажется, чистый из всех пляжей, которые есть по Тае, например, тот пляж, который находится в центральной части, там всегда был гораздо грязнее. Здесь было интересно, конечно, отдыхать всегда. Вот он сейчас вот такой пустынный, безлюдный. Очень красивое место, beautiful, можно сказать по-английски. Этот отель, кстати, тоже очень интересный, всеми окнами обращен к морю, так балкончики построены. Хочется верить, что это все вернется в прежнее русло, хотя говорят, что мир уже не может быть таким, как прежде, все равно все меняется, да, но туризм все равно он вернется, и хотелось бы, чтобы та инфраструктура, которая была до этого, да, она как минимум сохранилась бы, потому что если это затянется надолго, то в любом случае, мне кажется, будут какие-то издержки связанные там, ну, с тем, что надо будет что-то ремонтировать, что-то будет гнить, люди уйдут с туристического бизнеса, обратно будет надо набирать специалистов, которые будут работать так же качественно с туристами, да, как вот было до этого. То есть это все легко потерять на самом деле. При кажущейся простоте, при том, что, казалось бы, год не работает, да, то все равно какая-то потеря все равно сейчас есть. Персонал отсутствует, да, в гостинице, там никого нету, да, потом искать их, они же приезжие все, они в разных провинциях находятся, да, жили раньше, приехали в Паттайю на заработки, теперь они уехали домой, может, они там найдут себе работу, да, может, они больше не приедут сюда, потом надо будет искать новых людей, и это все действительно имеет такие негативные моменты, о которых мы сейчас не знаем, но вполне возможно это все возникнет, да, ну вот охранники работают, да, ну что охранники, охранники-то, конечно, не будем говорить ничего плохого про охранников, но у них специализации не такого высокого уровня, как, например, у работников гостиничного бизнеса, непосредственно связанных с туристами, да, вот, тем более охранники в Паттайе, это, ну, просто люди, которые просто ходят, сидят, здороваются, часто они помогают выехать в машине, изображая из себя таких важных инспекторов ДПС именно на этом участке вокруг своего отеля. Давайте сделаем как? Вы сейчас увидели дневной протомнак, какой он есть, да, но вы можете сказать, что, ну, а что днем-то, днем? Сейчас народу мало, да, днем, тем более там никого быть не может, но хорошо, давайте сейчас вот, прямо сейчас, следом будет склейка, где я появлюсь уже в вечернее время, где-то, ну, примерно в районе 7-8 часов вечера, вот в этом районе, и мы посмотрим, какая ситуация здесь. Ну, все, давайте, я чуть позже появлюсь. Ну, вот, для полноты, для чистоты эксперимента я вернулся на то место, где сегодня снимал днем, пришел к вечерам, время сейчас в 7 часов вечера, ну, и посмотрим, что изменилось за это время, появились ли туристы, народ. Сейчас мы возле Козьи Бич-отеля, ну, здесь ничего не работает, хотя ресепшн там горит, не знаю, здесь тоже горит ресепшн, может, какие-то комнаты в аренду сдаются. Ну, как можете наблюдать, народу не так много, машина вот зачехленная на зиму, видать, чтобы не замерзла. Вот, закрытые бутики, где раньше шла торговля. С левой стороны отель. Смотрите, окна не горят. Пустынно или полупустынно, как можно описать, как кажется вам, на ваш взгляд. Для провинциального городишка, видите, хеллоу, для провинциального городишка, вроде бы нормально, да? Но для курортного города, особенно для такого, как Паттайя, это катастрофично. Стоит отель. И кое-кое-где. Вот. А, I have motobike. Thank you very much. You have motobike? Ни массажистки не предлагают свои услуги. Ни таксисты, как будто они впали в глубокую спячку. Идем дальше, смотрим. Свет горит кое-где, да? Но народу там все равно нету. Паттайя становится городом местных и городом собак. Собачка испугалась камеру. Убежала. Вот фрукты. Никто их не берет. 7-Eleven, Family Mart. Работают. Но народу здесь нету. Ну, что сказать. Давайте подытожим. Все-таки отсутствие туристов, отсутствие туризма очень сильно сказывается на то, как функционирует город. Вот видите, огромное здание стоит, да? Нету света во всем здании. Долеком. А обслуживание этого здания тоже большие деньги. Ну, я думаю, что я вам помог сложить какое-то впечатление о Протомнаке. Я думаю, что это так же примерно во всех других районах. Тоже надо проехаться и днем, и вечером, посмотреть, как люди, сколько людей находится, по пляжу походить. Но это все со временем. Так что, если какие-то вопросы возникли, пишите. Может, что-то я упустил, не сказал, что-то не показал. Может, вообще просто какие-то вопросы есть текущие, потому что я тут своей кожей, как говорится, все это чувствую, ощущаю атмосферу и так далее. Ну вот, давайте на этом закончим. Все. Всем пока-пока. Пока-пока.